До сих пор стоит вода в квартирах на улице Черноморского Казачества 36 после потопа, который произошел еще 22 июля. Одесситы говорят, проблема в коммунальщиках, которые не смогли наладить ливневую канализацию, поэтому воде стекать некуда. Горожане своими силами откачивают воду с помощью насосов. Подробности смотрите в следующем сюжете. Вот там на сценке видно. Я обои вырвала, посмотрите. У меня вода была до отцового получается. И куда деться? Если бы я не проснулась, могли бы затынуть с детьми вместе. Сильвия вынуждена одна воспитывать троих детей. После непогоды все ее ценные вещи затопило. Говорит, живет сейчас в сырой квартире, а помощи ждать нет кого. Куда я пойду? У меня никого нет. У меня слова просто нет. Я вызываю на помощь. Ну, кому мне обратиться? Петр проживает в соседней квартире. И у него в помещении до сих пор стоит вода. На следующий день после ливня приехали спасатели. Они начали откачивать ее, но не закончили. Поэтому Петр ликвидировал последствия потопа самостоятельно с помощью трех насосов. Приходила вода с города к нам и постоянно уровень поднимался. Уровень грунтовых вод выше, чем у меня квартира. И получается, я откачиваю, а вода все прибывает и прибывает в квартиру. Горожане винят во всем коммунальщиков, которые не прочистили канализацию накануне ливня. Они говорят, что они работают. На ГЕФ-то там вроде сломан коллектор. Я посмотрел, там никто не работает. Уже 26 число. Если бы работали координационные системы, которые не работают, то у нас быстро бы вода была. Но у нас сутки, даже вторые сутки еще держалась вода и во дворе, и по улице. В Одессе волонтеры создали координационный центр для помощи. По их словам, у пострадавших от ливня чаще всего уничтожена почти вся бытовая техника. Им негде жить. А сейчас многие люди нуждаются в питании. Одна из худших ситуаций на улице Бабеля, где вода в домах достигала полутора метров и образовался полдень. Есть еще улица Щеголева и Атамана Головатова. Оттуда тоже поступает около пяти-шести звонков. То есть целые семьи, которые не знают вообще, как им дальше пока что жить. Многие только переехали, только сделали ремонт. И у многих присутствует запах канализации в домах. Обратиться к активистам можно по номерам телефона, которые вы видите на своих экранах. Владислав Евжецких, Анастасия Кричко, Седьмой канал.